Мы рады приветствовать вас на закрытии городской монетно-паналитической игры «Зорничка». Вот и завершились три насыщенных дня «Зорнички». За это время Центр Каскад объединил более 130 детсадовцев, это целых 25 команд. Помимо баллов за четыре испытания оценили еще и подход участников к образу. Например, судьи отметили костюмы участников из детского сада номер 3. Образ богатыря выбрали не случайно. В нашем детском саду было большое мероприятие, посвящено русским былинам, русской истории. В рамках этого мероприятия в детский сад приглашали представителей музея, где детей знакомили с русским костюмом, с кольчугой, с вооружением, с бытом русского народа. Ребятам латы пришлись по душе. Мало того, что богатыри хорошо знакомы им из сказок, костюмы действительно эффектные. «Он сильный. Смелый. Сильный. Смелый. И вы хотите равняться на богатырей, стать тоже сильными и ловкими?» «Да». Напомню, «Зорничка» – это ежегодное мероприятие для детсадовцев. В рамках инициативы ребята демонстрируют свои знания о родине. Учатся брать в поход только действительно необходимые и важные вещи, показывают строевую подготовку. Поскольку многие из ребят уже в выпускной группе, принять участие в «Зорнице» еще раз можно будет в школе. Тем более, что планируется со следующего учебного года ввести ее для начальных классов. «А начальная школа у нас осталась без внимания. Поэтому в следующем году мы все-таки планируем провести для начальной школы «Зорничка». Она будет уже нечто среднее между дошколятами и старшими. И думаю, что уже мы проведем строевую пожестче там как-то. Какие-то еще дополнительные этапы. Может быть, даже включим сборку-разборку автомата». Результаты «Зорнички» получились следующими. Первое место за 89-м детским садом. Серебро у первого корпуса 58-го детского сада и замыкает тройку лидеров в 80-й детский сад. Хотя организаторы отмечают, каждый из сегодняшних героев победитель, потому что все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки. Поэтому без подарков и внимания не оставили никого. Евгений Казанцев, Евгений Шаров. Новости Верхнекамья.